итак всем привет сегодня у нас несколько событий едем смотреть одну штучку можно так ее назвать пока не буду говорить что это потому что планах 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 не хочется планах и второе то на чем можно говорить сегодня мы тестируем новую камеру надеюсь эта камера поможет намного лучше чем старая это 360 камера снимает все вокруг себя и в этом есть большой плюс теперь как бы нужно будет постоянно почему именно эту камеру я рассматривал потому что в обычной камере экшн камера постоянно нужно выбирать кадр следить что ты хочешь показать и нужно как бы выбирать кадр когда ты используешь 360 камеру ты уже потом на монтаже на постпродакшем ты можешь уже тогда выбрать то что ты хочешь показать потому что мы будем это будет не 360 видео записываться как обычно и просто я себе беру и выбираю хочу показать себя или хочу показать дорогу вроде бы это все просто на словах но это немного будет утяжелять сам монтаж по себе потому что теперь нужно будет еще выбирать кадры монтировать сначала в одной программе потом во вторую все это перенести но именно в части контента в части контента эта камера должна намного сильно помочь так бы сказать и я надеюсь что действительно так и будет поэтому мы ее тестируем так хорошо едем у нас такая вот сегодня замечательная погода сейчас плюс пять идет снег можно сказать что идет снег потому что на стекло капает снег и уже потом он сразу моментально расстает погода конечно погода конечно супер хочется как бы сегодня какой у нас второй апреля третье сегодня третье апреля хочется уже тепла весны такой настоящей а она все не приходит не приходит сальде длинней дилки прям такой град маленький 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 град кстати вы это видео будете смотреть в будущем поэтому всех с Паской поздравляю конечно завтра святое воскресенье уже будет всех ну правда всех уже спрашивать у нас оно только завтра по видео но вы будете смотреть это видео в будущем ну что ребята здравствуйте всем у нас очередное утро да едем мы сейчас в Икею хочется такую маленькую покупочку сделать а если через интернет заказывать это ждать там 3-5 дней пока они подготовить пока вообще заказа подойдет а там всего лишь купить пару по пару минут поэтому сейчас в Икею проедемся немножко продолжая тестировать новую камеру но все же интересно как она работает и что что еще и может еще куда то заеду пока не знаю но пока в планах только идея поехали так друзья миссия в Икеи закончена идем дальше надо сейчас купить батарейку в ключ вот машина то есть сядет батарейка и все ничего не смогу поделать вообще еще надо вспомнить я машину поставил а там так батарейку купить и заехать еще в продуктовый буквально тоже несколько позиций купить и домой что доставки доставками но иногда нужно просто что-то чуть-чуть как говорится поэтому идем ну и вот наш приюс 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 подходим открываем и садимся опа как все просто позавчера поздно вечером мы получили меню от диетолога со списком продуктов которые должны использоваться во время приготовления каждого приема пищи всего их будет пять вчера мы затарились в магазине купили все необходимое вообще все потому что нельзя пропускать никакой продукт из списка и сегодня мы потихонечку будем начинать предлагать те продукты которые написаны а сейчас я начала с первого можно это не надо назвать рецептом но с первого списка и пытаюсь придумать как как все это приготовить и сейчас я вам покажу как выглядит меню тот же список продуктов которые нам прислала диетолог и покажу что я выбрала то чтобы приготовить сейчас кстати у нас есть весы и сейчас я тоже буду взвешивать все как нужно потому что там в общем все нужно взвешивать вот нам прислали список здесь написано сколько потребляется килокалорий за день сколько жиров белков и углеводов углеводы сведены вообще к минимуму но это не самый строгий вариант повторюсь диеты ну вот так все идет списком вот это один прием пищи а здесь здесь подсуммировано сколько углеводов белку белков жиров и килокалорий и какой вес ну объем пищи будет и это второй прием пищи третий четвертый и пятый вот мне интереснее всего конечно пятый попробовать потому что это то что я хотела сделать здесь семена чия кокосовое молоко и всякие там ягодки типа такой йогурт будет ну попробуем наверное в обед и дается постоянный ликоген это жидкость которую мы очень сильно искали в Литве и в итоге заказывали в Великобритании в Латвии заказывали и нам помогла диетолог заказать у поставщика потому что как раз когда мы хотели начинать диету как назло вообще ничего не было в Литве вот этого масла и сейчас у нас есть несколько бутылок и мы можем в принципе начинать по итогу это то что нужно предложить дочке и плюс еще 13 миллилитров вот этого специального масла мы посмотрим как оно все пойдет ну и нам тоже приготовила вчера Саша купил мои любимые водоросли и ему еще сосиски жарятся в общем покушали можно считать что диету официально начали конечно нужно все взвешивать и уже в процессе я поняла как будет лучше организовать этот процесс но главное что мы начали это уже очень хорошо мы целый месяц даже больше уже бились чтобы начать но все были какие-то проблемы трудности и вот это свершилось наконец-то я буду ждать я буду ждать я буду ждать и у меня я буду ждать ну и ты я буду ждать Продолжение следует...